Аносовский булат ищем Вот где-то здесь Аносов что-то делал Ну вообще это центральная заводская лаборатория завода имени Ленина Находится на территории бывшей Златоустской оружейной фабрики Создана была лаборатория и первые два этажа построены еще в Аносовские времена при Аносове И долгое время это вообще была единственная лаборатория, где исследовался металл в Уральском регионе Была серьезная организация Там министерство поставило задачу раскрыть секрет булата или повторить эти опыты И была поставлена задача перед заводом Ленина и перед медзаводом Поэтому в этом участвовало ЦЗЛ медзавода и ЦЗЛ завода имени Ленина Такая группа была Голиков, Лендовский, Гуревич Работал ли здесь Аносов? Ну никто не это самое, в смысле над Булатом То есть что из себя представляла лаборатория в то время, ну это трудно сказать Ну вообще в теории где-то вот здесь в этих развалинах может реально находиться Булат Аносов Так, хорош это самое мне Не, ну на самом деле Ну в музее даже нет, а ты хочешь найти Ну вдруг закатился, давай поищем Давай, где у нас Дима, давай начинай Искать Булат А ты что не знаешь что ли Диму Будет искать Булат Аносова Найдет Булат Баранова Стандартный образец, что здесь, не знаю Искать Булат Аносов Вот вам к теме, смотри Белый чегун, ковкий чегун, серый чегун Есть узор, Виталий? Булат Белый чегун Белый чегун Белый чегун Вот это оружейная фабрика Это лаборатория Давайте начнем с того, что мы сейчас находимся Не только в музее, но и в доме, где раньше жил Павел Петрович Аносов Ну действительно наш музей размещается в здании, которое является памятником истории и архитектуры федерального значения Это новый дом горного начальника Все руководители Голотаусовского горного округа и оружейной фабрики Должность была совмещена Тут есть на самом деле такой момент, что буквально через дорогу отсюда находится фабрика, где собственно и работал Аносов и все остальные И ходят слухи, что есть некие подземные переходы, по которым они туда могли переходить Да, совершенно верно В общем-то это как бы традиция такая была какая-то странная на всех уральских заводах Вот эти подземные ходы они строились и здесь действительно один ход шел из подвала этого здания и под арсеналом он уходил туда на территорию завода И сейчас в общем-то нашли с той стороны вход Еще один ход был со стороны завода в собор, которого ныне нет, который был разрушен Наш музей интересен многим людям, не только златоустовцам Благодаря тому, что действительно в истории Златоуста очень много интересных страниц, которые связаны со сталью Которая действительно в разные времена у нас была самая лучшая в мире Ну и в том числе и вот с этим таинственным Булатом, о котором ходит много разных легенд, сказаний, были и не были И в общем-то мало кто разбирается, что такое Булат и как его готовили А как вы считаете, история вот эти легенды Булата, история Булата, она на сегодняшний день раскрыта или нет? Если она и раскрыта, то те люди, которые раскрыли и реально практически этим занимаются Они вот эти тонкости, они опять же не раскрывают Но в разные времена пытались раскрыть эти тайны И первым у нас это сделал Павел Петрович Аносов В те времена как раз вдруг прошел слух, известие, что известный и тогда, и в общем-то И сегодня это известный человек, это английский ученый Майкл Фарадей Он тоже какое-то время интересовался Булатами И однажды он исследовал образцы индийского Булата И там обнаружил какие-то незначительные включения алюминия И здесь он сделал такой как бы поспешный вывод, что достаточно в сталь добавить алюминий И вот это и будет Булат Конкрин поручил Павлу Петрович Аносову повторить опыты Фарадея И если получится, то наладить производство Булата здесь на Золотоустской оружейной фабрике Потому что вообще Булат это самый идеальный металл для холодного оружия На тот момент или в том числе и сейчас? И сегодня тоже, наверное, да Аносов, естественно, взялся за это дело, провел опыты Получил вот сталь аналогичную Арадаевской Но исследовав ее, он пришел к выводу, что это совсем не Булат И казалось бы, на этом можно было поставить точку Но он сам уже заинтересовался, а что же такое Булат и как его приготовить И вот началось его многолетнее исследование Вначале он пытался понять, а что же такое Булат И обратился к коллекционерам Его, в общем-то, таким добрым знакомым Был оренбургский губернатор Пировский И у него была богатая коллекция холодного оружия В том числе и там были замечательные образцы старинных Булатов Предложил Аносову изучить их Несколько образцов даже подарил ему И тогда Аносов сдал свою классификацию Булатов Он исходил из того, что любая сталь С каким-то узором на поверхности Это, видимо, каким-то образом относится к Булатам В те времена умельцы, которые хотели продать свои клинки подороже Они имитировали узор Просто вытравкой занимались С гравировкой какой-то наносили искусственный узор И потом, как бы, не следующим людям продавали И говорят, вот это Булат То есть он выделил, что это ложные Булаты И они, значит, как бы в стороне стоят Дальше он стал разбираться Значит, есть то, что мы сегодня называем дамасской сталью Это металл, сталь, полученная в результате сварки кузнечной и ковки Нескольких сортов стали И в результате вот этой сварки тоже на поверхности появляется узор И в конце концов Аносов уже дошел до того, что вот остается только та сталь Которая приобретает этот узор и все соответствующие свойства В результате выплавки самой Сделав такую классификацию Булатов Он дальше там занимался уже классификацией Уже вот этих вот настоящих Булатов В то время делали обычно по узорам Более простой узор, сложнее узор, коленчатый Некоторые как бы они связаны были с рисунками названия Булатов старинные А некоторые были связаны с местностями, где их производили Булат в каком-то относительно современном понимании Это то, что сказал Аносов Вот он сказал, что Булат должен быть таким Но при этом Булат совершенно не является историческим Булатом От этой классификации просто и невозможно уйти Потому что Аносов зрил в корень То есть это сама природа Булата Как он произведен Это уже и говорит о том, что это за сталь Был исторический Булат из Индии, из Дамаска Вот это все Потом в какой-то промежуток времени никто, естественно, не понимал Что это за такой металл, что это за сталь И дальше Майкл Фарадей начал это изучать Позже это подхватил Павел Аносов Далее Гуревич и так далее То есть вот можно сказать, что история относительно современного Булата Началась с Фарадея и Аносова Скорее с Аносова, потому что, как выяснилось, Фарадей Как бы он этим долго не занимался И как бы он, скорее всего, впоследствии-то он понял, что да, это был Небулат А техники, которые лежат перед нами, это чьи работы? Ну тут как бы разного времени Ну в основном это все уже ближе к нашему времени К сожалению, у нас в музее не осталось ни одного подлинного образца Булата Аносовского А по какой причине, вы считаете, не сохранилась вообще Булата Аносова? И если его нет здесь, вообще он где-то есть? Ну вообще есть, да То есть несколько клинков Аносовских Булатных хранится в Эрмитаже Что-то еще и по рукам ходит Ну и в других центральных музеях тоже отдельные образцы сохранились Есть ли образцы Булата Гуревича? Да, ну Гуревич, он ушел, так сказать, из жизни совсем недавно А Гуревич, он стал популяризатором этого Издал несколько книг и продолжал опыт Получил несколько патентов на изготовление слитков булатной стали Сегодня, на ваш взгляд, кто лучше всего докопался до этой истории настоящего Булата? Раскрыл тайну Булата? Есть люди, которые теоретики Которые вот о Булатах все знают Как правило, в интернетах они сидят Нет, я не про этих Я не про этих Настоящие, да, настоящие авторитеты Значит, есть такой академик счастливцев Тоже, кстати, уроженец Златоуста Он работает в Институт физики металлов Екатеринбургской отделении Академии наук Считается самым крупным в мире специалистом по булатам То есть он все расскажет, все это Но поскольку он не практик Сам он ни разу этот булат не получал Видимо, может, и цели такой никогда не ставил Есть, наоборот, практики Которые не так, может быть, сильны в теории Но они фанатично занимаются этим делом Ну, вообще, если так посмотреть Вот по последним публикациям по интернету Вроде как и где-то и в других местах Есть люди, которые тоже вот до этого докопали В конце концов добились Получили вот этот вот булат У нас в Златоусте тоже, значит, такие фанатики этого дела есть Значит, они строго, в общем-то, придерживаются Вот той анусовской технологии То есть вот этот вот слиток булата Который нам передал умеров Значит, сварен тоже, в общем-то, по тем же анусовским технологиям То есть, как анусов варил булат Он брал тигель Это такой вот горшок из огнеупорной глины Куда можно, значит, засыпать шехту Анусов использовал в качестве шехты Либо мелко нарубленное железо готовое Либо очень чистую железную руду Добавлял туда некоторое количество графита Ну, там еще некоторые флюсы Для того, чтобы там шлак убрал вредные примеси Причем тигель предварительно нагревается до красна То есть он светится уже Его туда шехту засыпали и ставят в печь То, что в тигле помещено Оно варится, локочет Крышка закрыта очень плотно По-разному они варят Иногда шесть часов, иногда до восьми часов даже Ну, и анусов тоже так же делал Затем лавка прекращается То есть все Печь оставляют в покое И она медленно остывает Ходит на это, ну, два-три дня Затем уже чуть тепленький тигель Извлекают из печи Разбивают его Ну, и там вот как раз вот примерно такой вот слиток обнаруживается Если его, опять же, правильно расковать Правильно закалить То уже из него и можно получить Ну, вот Приготовить, например, вот такой вот клинок И на клинке можно увидеть узоры Которые заложены в самой структуре металла То есть вот таким образом На поверхности Видна структура металла А в булате это Главное, как бы Это неоднородная структура Достаточно большое содержание углерода Сейчас есть так называемые нержавеющие булаты Как углерод у нас дает коррозию? Булат ли это то, что называется нержавеющим? В вашем понимании? Булат, он Довольно таки мало подвергается коррозии Вот за счет чего Непонятно Вот, например, Дамаск Дамасская сталь, да? Она наоборот Поскольку там сплошные вот эти сварные швы Довольно много вот старинных Дамасских клинков Они съедены ржавчиной Ну, для меня все-таки непонятно, почему булат, на ваш взгляд, неподвижен к коррозии При высоком содержании углерода Мы обязательно докопаемся с этим вопросом до наших нержеделов Да, это надо теоретик Вы назвали Вадима Михайловича, что это один, даже не самый главный теоретик по булату Вопрос А назовите хотя бы одну статью Или хотя бы одну работу Вадима Михайловича по булату Когда мы говорим о научном мире, это обязательно публикации и так далее и тому подобное Ну, специально что-то я так это не помню Хотя Я вам лучше скажу, не одно Но, тем не менее, все обращаются к нему А к нему обращаются Баранов и Умеров? Это не все Да Я понимаю, к авторитетам можно отнести Гуревича К авторитетам можно отнести Архангельского То, что касается российских К авторитетам можно отнести Толстого, Даганова То есть это те, кто непосредственно занимается Я думаю, про них будут разговорить Ну, может быть, если они много об этом пишут Так, естественно Вы сказали о времени плавки, который вы наблюдали То есть, что у Аносова это фигурирует Что у современных булатоваров фигурирует о том Что плавка идет там 5-6 часов Да плюс еще остывание в тигре, в печи Правильно? Тогда получается время одной плавки Ну, грубо говоря, сутки Остывание, оно долго идет По личному опыту Вопрос Чтобы сделать 500 слитков Сколько надо тогда печей использовать? Ну, в общем-то Даже когда уже на заводе Были большие тигельные печи Немецкой конструкции Швецов, когда, значит, он варил булат То он тоже только Один тигель ставил И он определял, где-то есть место Где вот это вот его можно поставить Потому что конструкция печей Принципиально изменилась со времен Аносова Потому что Аносова будет гореть во время печки Судя по его эскизам Но это было не последнее слово техники Я говорю Если процесс выплавки занимает сутки На один слиток То как, по-вашему, как должно выглядеть производство Которое выпускает 500 слитков? Ну, поэтому Массовое производство булата Его никогда и не было налажено Это тогда А сейчас же есть? Ну Сейчас же есть производители, которые делают по 500 слитков Теперь понимаете, что это должен быть, грубо говоря, булатный завод Ну да, да То есть в одной печке это сделать нереально? Нет, это нереально А сколько из одной заготовки можно сделать? Ну и тигель тоже разного бывает Бывает маленький, бывает больше Дело в том, что если мы опираемся на работы Аносова Если опираемся То он и говорил, что в большом у него не получается В маленьком получается То есть он поэтому Если мы говорим про вторую его статью о тигельной стали Там слиток больше А где булатный, там слиточек маленький А, то есть в большом не получается Ну, на две Ну, то есть по его технологии Ну, вот это примерно Вот он есть поменьше Бывает, бывает Наверное, максимально Ну, просто они использовали готовые тигли Смезовоза брали Какой он объем есть Других не было Ну, грубо говоря Ну, пусть, вот из этого Пусть, например, 5 ножевых клинков выйдет Вот так вот Пусть в идеальный Не растрескивается Ничего Человек заявляет, что он делает 500 клинков Значит, он должен делать 100 слитков в месяц Соответственно, 3 слитка в день без остановок Ну, если еще учесть, что там большой процент брака Вот, я тебе скажу Тогда моя арифметика вообще уходит куда-то в космос То есть это, грубо говоря, должен быть булатный забот Правильно? Ну, не знаю, а что такое уже есть? Не знаю Ну, некоторые производители заявляют, что они по 500 делают В работе Аносова есть некоторые опыты И вы сами об этом сказали Что получал коленчатый булат У него есть некоторые опыты Вот там, типа, выдержка 5 часов Получился клинок с коленчатым булатом Есть такой, да? Да А в последние, грубо говоря, 30-40 лет Четко доказано, что колено Это искусственный прием Это не имеет там ни гендридную природу Никакую Это искусственный прием, который делается на булате Потому что они есть колено 1-ступенчатый Есть колено 2-ступенчатый Есть фотографии колен 3-ступенчатый Есть колено 2-образный То есть, получается, природа такого не может сделать А как у него тогда получалось? Он нигде про искусственные приемы ковки Он нигде не пишет Ну, может это отнести как раз к тому Что Аносов, казалось бы Изложив все в своих сочинениях Он очень многие тонкости технологические Сознательно упустил То есть, вы представляете, что, например, Аносов Значит, делал искусственные колены? Ну, вполне возможно Из тигеля у нас получается литой булат Из тигеля можно получить и тигельную сталь Что такое булат тогда? Давайте определимся Вот в отличии... Значит, мы уже выяснили, как булат варили А тигельную сталь варили по-другому То есть, в тех же тиглях, но там уже как бы Было как-то это самое попроще В печь ставили несколько тиглей Шехту Варилось Ну, не так долго И потом из тиглей Выливали То есть, остывала Раскаленную сталь То есть, она не в тигле остывала Ее выливали там в формы Точно так же, вот и, собственно И первые стальные пушки, когда делали Делал обухов То там вообще была проблема Что нужно в одну форму вылить несколько десятков тиглей И чтобы как бы процесс литья был непрерывным То есть, вот один тигель слили, бросили Тут же уже второй, третий, четвертый, пятый, десятый И все это уже слито Это вот и называлась летая тигельная сталь Чтобы из нее сделать литой булат Аносов уже вот эту вот полученную Литую сталь Он подвергал особой термической обработке После этого Вот это он уже называл литым булатом И поэтому иногда возникают вопросы На клинке Аносов оставил свое клеймо Литой булат Аносова А некоторые специалисты Которые как бы говорят Да, ну вот булат Там пошло еще как раз Даже не из Гуревича Чуть раньше Те авторы, которые невнимательно читали Аносова Они как-то вот это упустили Момент И уже вот в основном в советское время Весь булат стали называть литым Чем тогда отличается литой булат Который мы выливаем из тигеля От листовой стали Которая принцип тот же самый Нет, то что выливается Это не литой булат, а это летая сталь То есть это как бы вот Подождите Первое Филологическое Вот настоящий булат, да Который в тигеле остывает В течение там трех дней Ну да, будем считать так И вот заготовка Ну условно настоящий Да, условно Есть другой вид булат А когда из тигеля мы выливаем Да О чем мы только что говорили Да, да, да Есть литая сталь Листовая сталь Обычная Принцип-то тот же самый Там точно так же она выливается Остывает, прокатывается И погнали Вот в чем разница Ну тут вообще как бы Вот эта вся терминология Она порой это действительно создает путаницу Потому что это по способу производства То есть вот тигельная сталь Это та, которую варили в тиглях Потом начали варить сталь в мартенах Потом в электропечах Там еще там в разных агрегатах То есть способов получения стали Хотя в принципе-то один Расплавляют руду там значит Добавляют какие нужны компоненты И все ее можно тоже назвать литой Потому что Или булатом То есть булатом нельзя А литой, да Потому что ее же выливают из печи Там в ковш, там в формы То есть она А булат в отличие этого Его нельзя Тогда чем отличается литой булат От обычной стали листовой? А то что он подвергся Какой-то значит Особой термической обработке И То есть вот свойства Вот этой стали Изначально которую взяли Они стали немного другими Булат Это прежде всего Высокоуглеродистая сталь Имеющая неоднородную структуру Ну и обладающая определенными качествами То есть твердость Высокая И одновременно с этим гибкость Мы с тобой идем по старой Златоустовской оружейной фабрике То есть в принципе надо вон смотреть куда Не на вот это А вот на это Это же аура Ты представляешь? Здесь Аносов ходил? Да Мы с тобой разговариваем о том Что сделал Аносов Что он выплыл Аносов Оказывается вот По этому полу То, что сделал Аносов Ни у кого нет А пол, по которому он ходил Вот он Остался Да Продолжение следует...